Полгода сопротивления и три месяца активной борьбы Время, которое уже вошло в историю Неожиданные для режима консолидация, стойкость и решительность, удивившие и поразившие весь мир Накал, не спадавший, несмотря на угрозы, запугивания и провокации Отсутствие страха, да и истерики, напугавшая Лукашенко Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема Неизвестные и шокирующие подробности активной фазы борьбы Беларусь, почувствуй нашу любовь И самые сильные моменты, кадры которых облетели всю планету То, о чем скоро напишут в учебниках истории Повторим и закрепим прямо сейчас на канале Нехта Разборки США с Ираном, едва не приведшие к Третьей мировой Пожары в Австралии, заставившие людей, наконец, по-настоящему задуматься об экологии И коронавирус, подкосивший не только прежний образ жизни и здоровья десятков миллионов жителей планеты Но и заставивший изменить все наши предыдущие представления о современном мире За звание самого скучного, предсказуемого и ожидаемого события года Отчаянно и бескомпромиссно пытались сражаться итоги российских поправок в Конституцию Окончательный выход Британии из ЕС Настойчивость французских желтых жилетов И, пожалуй, президентские выборы в Беларуси Пока последние не начались Выборы президента Республики Беларусь отбелись Мы не оппозиция Мы белорусский народ А в начале было слово Слово, которое глава ЦИК Ермошина так и не сдержала Воскресенье 30 августа 2020 года Я думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Республики Беларусь Откладывать выборы на конец августа, делая красивый подарок своему президенту прямо на день рождения, в итоге так и не решились Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа Просто замечательный такой политический старт А все потому, что тучи над хитро зачесанной головой Синепалова начали очень быстро сгущаться Ведь о своем намерении поучаствовать в президентской гонке начали внезапно заявлять различного рода хряки, пузатые буржуи и шлудивые Я благодарю всех, кто помог сделать нам этот шаг Я, Сергей Тихановский, белорусский предприниматель и блогер, заявляю о своем намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты В данном случае, при данной политической кампании, огромное количество людей, которые просто меня не знают Внезапно появившимся и ставшим моментально популярными в народе соперником лукового горя Приказано было не дать ни малейшего шанса на честное соперничество в условиях пандемии и ожидаемой политической апатии Приятно смотреть по телевизору Люди на трактор работают, никто не говорит про вирусы Там трактор вылечит всех, поле всех лечит Сам же агрофюрер времени зря не терял Между поездками на Тесле за 270 тысяч долларов и полетами на самолете с золотыми унитазами и шторками Иногда все же спускался с небес на землю к народцу Дабы тщательно заболтать рабочий класс страшилками об опасности реформ, перемены и приватизации Которые распродадут и уничтожат страну А врагах с запада, которые помешают провести самые честные и прозрачные выборы На последнем островке стабильности мира и спокойствия в центре Европы Для того, чтобы поработить и разрушить Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден Поторопились, правда Показали уши, откуда торчат Рабочие в это все, мягко говоря, не поверили В своих бреднях запутался и сам сказочник Обвиняя в дестабилизации обстановки то Россию, то Запад, то тех, из-за кого ничего не понятно Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки, все известно Мы не знаем, на что они способны Мы даже не знаем, кто они Или это американцы с натовцами Или там с Украины нас кто-то поджимает Или нас восточные братья так сильно любят Тем временем Ермошина была в предвкушении успешной постановки театра одного актера И интерес к предстоящим выборам нарастал В центральную комиссию было подано 55 обращений Что стало абсолютным рекордом за всю историю новейшей Беларуси Беларусы сплотились, самополитизировались и были готовы отстаивать свои голоса Люди стали намного самостоятельнее, особенно молодежь Ермошиной было из чего выбирать С претендентами в кандидаты, допущенными к сбору подписей за свои кандидатуры Были зарегистрированы в итоге 15 человек Среди них, конечно же, есть старые гусь События начали развиваться стремительно Как только инициативные группы кандидатов в кандидаты вышли на улицы Улицы мгновенно заполнились людьми Они выстраивались в очереди, чтобы поставить подпись Эти очереди позже назовут легендарными цепями солидарности Пожалуйста, становитесь в очередь, растягивайтесь, покажите, что нас много Важно то, что происходит внутри общества Потому что снег, дождь, все может повлиять на марши, на демонстрационные движения Но никакая погода не изменит то, что здесь и то, что здесь Пока люди активно подписывались за своих претендентов Лукашенко, Ермошина и компания покусывали локти И думали, как сбить нарастающую народную решительность Поменьше вы смотрите в инстаграмах, телеграм-каналах На эти длинные якобы очереди Надо Валерий Павлович им дать фотографии Сделанные с этих, как квадрокоптеры называется Диагноз Лукашенко, который и так не давал белорусам спокойно жить 26 лет Начал проявляться более остро Старик метался из стороны в сторону И не знал, как проводить свою кампанию При очевидном отсутствии народной поддержки В полном отчаянии свою опору он видел лишь во вскормленных Собственной сиськой силовиках и бесхребетных чиновниках Подливали масло в тлеющий очаг диктаторского тщеславия И различные соцопросы, проводимые блогерами и независимыми интернет-ресурсами Там рейтинг действующего еще на тот момент главаря государства Находился на уровне 3% Это стало поводом народу осознать силу своего большинства А Лукашенко погрузится еще больше в бездну безысходности Кто в этой аудитории, просвещенной самой, поверит, что у действующего президента 3% Они сами не верят, поэтому уже перестали сейчас педалировать эту тему Все подобные соцопросы были моментально запрещены под угрозой гигантских штрафов и административной ответственности О себе, ну и батька, решил заказать собственный желаемый рейтинг Который позже под видом секретного документа передал общественности Но реальность этим обмануть не удалось Люди продолжали выходить на улицы, делая это с каждым днем все громче А у Лукашенко и Свиты продолжала ехать крыша и сдавать нервы В ход пошли старые методы Угрозы, оскорбления, задержания, провокации, запугивания Когда мы стали свидетелем того, что власть шаг за шагом начинает это законодательство нарушать Когда она перестает считаться с мнением людей Когда она начинает оскорблять Оскорблять и нас, как тогда лидеров в то время политической оппозиции Которые, в принципе, пошли действительно три альтернативных кандидата было Которые, ну, действительно были альтернативными И когда начали оскорблять вообще всех белорусов Всех наших сторонников Когда перестали считаться с их голосами То есть реально же, что происходило? Люди стояли в очередях Люди отдавали свои подписи За меня, за Виктора Бабарыка Которого, кстати, день рождения сегодня Отдавали за нас подписи И эти подписи просто взяла, взяла, скомкала и выбросила в урок То есть вообще это просто такое грубейшее пренебрежение Было на самом деле Ну, как бы волеизъявлением белорусов Полное игнорирование их желаний И вообще просто с ними Как бы стало очевидно просто всем Что с ними уже больше не считаются Одним из первых под каток репрессий Попал известный народный блогер Сергей Тихановский Который ранее не прошел кастинг Ермошиной На участие в избирательной постановке Его задержали на пикете жены Которую зарегистрировали как слабого И не представляющего никакой угрозы для режима кандидата Интересно, что для этой провокации Использовались не только традиционные Лукашенковские проститутки в погонах Но и те, кто давно был у них на крючке Люди с таким раскладом мириться не пожелали И начали первые решительные сопротивления Однако Тихановского все же не отпустили Обвинив во всех смертных грехах А позже, за диваном, после третьей попытки обыска Нашли 900 тысяч долларов На даче матери блогера Тихановского Найдено 900 тысяч долларов США Заметьте, не 2 миллиона, не 500 тысяч А именно сумма, необходимая для проведения Президентской кампании или мини-революции Тем временем в одной из 18 резиденций Шкловского бандита продолжала играть шарманка 26-летней давности Про муку на три дня, лапти и плетки На три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь Собирая крохи, создавая вот эту вот цветущую страну Делали не для того, чтобы они приватизировали эту страну И пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили Но и это уже приелось Народ перестал бояться даже жестких задержаний И арестов членов инициативных групп, активистов и блогеров Страх, основной метод незаконного удержания власти Уже перестал работать Власть своими действиями создала несколько вызовов обществу Именно вот несколько Которые уже общества, которые уже люди просто не смогли проглотить И поэтому на сегодняшний день это уже для многих стало дело принципом И очень многие люди просто не готовы останавливаться И идти до конца Я думаю, что в конечном итоге мы сейчас в ситуации глубочайшего политического кризиса Который будет длиться до момента ухода Лукашенко в той или иной форме Протесты могут принять разные формы И они уже принимают самые разные формы И это безусловно следствие опять же не ожиданий или не ожиданий Не ошибок или правильных прогнозов Это не следствие какой-то экспертизы либо отсутствия таковой Это следствие совершенно неправильного и неадекватного образа действий Которые власти выбирали и продолжают выбирать сейчас Протест лишь нарастал, что безусловно отражалось и на психике мозаичного Он начал угрожать собственному народу массовыми расстрелами мирных граждан Параллельно с этим продолжалась стерилизация выборов Уже тогда стало ясно, что международных наблюдателей на них не будет Миссию Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека банально не пригласили в Беларусь А самих белорусов с помощью лукавых манипуляций отрезали от любой возможности проконтролировать ход дурыборов Из-за коронавируса, которого не видно, количество наблюдателей ограничили до трех человек А на самих участках запретили фотографировать свои бюллетени И оставили шторки открытыми для того, чтобы не позволить раскрыть массовые фальсификации Единственные, кому разрешили беспрепятственно наблюдать за ходом выборов, стали легендарные ябатьки Я лучшей страны не вижу и не хочу видеть Для меня вот сегодняшнее спокойствие, Лукашенко для меня как родной человек Основным оппонентом Лукашенко на тот момент являлся бывший банкир и меценат Виктор Бабарика Которого в свое время награждал лично трехпроцентный Никто не верил, что президент готов столь нагло и цинично еще до регистрации кандидатов Разобраться с тем, кто был явным фаворитом президентской гонки Виктор Бабарика, который разыгнул всем, что есть И он довольно замужный человек, и он довольно отбитый человек И он разыгнул, ведая, какая у нас система, ведая, в какой краине мы живем И взял на себе отказанность И начал балотоваться, и выросл балотоваться в якости кандидатов, претендентов, кандидатов в президенты Такого в истории Беларуси еще не было Когда стало ясно, что Лукашенко берется за Бабарика Вы у него спросите, задайте один вопрос Что такое приват-лизинг? Диктатор тут же заявил Бояться экс-банкиру нечего Пускай готовится к честной борьбе Он там кричит, причастен, непричастен Власть давит на кого-то Это опять же я прочитал в средствах массовой информации Вот как перед Богом клянусь Что мне это сейчас, в предвыборной кампании, не нужно Я хочу, чтобы он попал на выборы А уже спустя несколько дней Виктора Бабарика задержали Узникам совести из них никто не станет Все эти сидельцы, их там уже под 30 человек Они думали, что если деничать крыху больше брутально, чем за счет То их успех, их успех, их держанопона, будет еще худший А все стремлялось над ворот И они затрымали спадера Тихановского Спадзевали, что люди в регионах супакоятся Но не супакоятся Они затрымали Виктора Бабарика Гэта нияким чином не упаплывало Все выник обеднались вакол Светланы Тихановской И ось кожное затрымание на самом рече Она еще больше политизовала громадство Утягала еще больше людей в весь этот процесс Потому что, когда задуматься, Светлану Тихановскую призначили кандидаткой в президенты 14-го липня И уже 9-го дня, просто третий день, она перемогала Лукашенко, который 26 годов был в Уладе Такой наглости белорусы не стерпели В тот же вечер в столице и других городах начали образовываться километровые цепи солидарности В шоке от увиденного были и власти На эмоциях они не нашли ничего лучше, чем просто попытаться повторить триумф независимых кандидатов Мы разом, и все те, кто пишут сейчас какие-то глупые комментарии Кто говорит, что ой, ребята, зачем мы здесь собрались Кто пишет всю эту ерунду, чернуху Вы полные, не знаю кто, не буду вас называть другими словами Но мы разом, и мы за нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко Вот только вряд ли это можно было сделать красиво с помощью согнанных БРСМовцев Современного аналога небезызвестного Гитлер-Югенда Я за эту страну и поддерживаю нынешнего президента, и поддерживаю мир, который у нас есть Который мы можем так легко потерять благодаря людям, которые не ценят мир Они просто хотят захватить эту власть и эту страну Напряжение в воздухе над Белоруссией нарастало с каждым днем Усиливались и репрессии против главных противников режима Уже тогда за решеткой находились сотни не только мирных граждан, задержанных на протестах Но и известных общественных деятелей, активистов и блогеров Серый Кот, Мозгон, народные репортеры Петрухин и Кабанов, Павел Спирин, Павел Северинец Николай Статкевич и Игорь Лосик А остальных несогласных в стране оставалось на три дня Так думал Лукашенко И велел Ермошиной не играть в демократию А зарегистрировать только самых безопасных и благонадежных для себя кандидатов Остальным отказать под различными формальными предлогами Мы уверены, что власть сейчас не поддерживает большинство Отказать в регистрации кандидатом президента Бабару Кузьмину Дмитриевичу Цепкало Валерию Ильяновичу Зарегистрировать госпожу Тихановскую Несмотря на существенную ошибку Зарегистрировать Лукашенко Александр Григорьевич Самый печально опытный политик даже представить себе не мог Насколько он ошибался, когда дал добро на регистрацию Светланы Тихановской В качестве кандидата в президенты Он все еще был уверен, что... За жену никто не проголосует в Беларуси Не потому, что даже... Вот я ей часто говорю, Наталья Ивановна, за тебя тоже не проголосовали бы Хотя ты прожженный уже готовый президент У нас конституция не под женщину И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину Потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью А вот нерегистрация Виктора Бабарика и Валерия Цепкало Вновь заставила людей выйти на улицы Именно тогда белорусы впервые начали применять решительные методы самозащиты От карателей в балаклавах и бандитов в черном Сцепки, защита своих и даже контрнаступления От увиденного у системы стали сдавать нервы На следующий день начали задерживать даже людей Которые просто стояли в очереди в ЦИК Чтобы обжаловать его вчерашнее решение Центральная избирательная комиссия завершает свою работу В связи с чем принять всех не смогут Твоё обращение вы можете оставить в электронном виде Просьба расходиться Задержания тех, кто пришёл к ЦИК Начались примерно в 7 вечера по местному времени Альтернативные кандидаты не давали власти ни единой возможности Отдышаться и прийти в чувства Нанося удар за ударом Одним из самых сильных и неожиданных решений Стало слияние основных штабов претендентов Цепкало, Бабарико и Тихановской Говорят, это было самое быстрое в истории Беларуси политическое решение Беларусы вновь обрели надежду на мирные перемены Сплотившись вокруг единого кандидата Колоссальный успех трио, которое колесило по городам и весям На протяжении двух недель Собирая самые масштабные митинги в истории Беларуси Было не передать словами Огромные многотысячные очереди людей Стоящих поставить подпись за альтернативных кандидатов Которые вошли в эту кампанию И сейчас находятся под репрессиями Это Виктор Бабарико, который сидит Это Сергей Тихановский, который также находится в заключении Валерий Цепкало, который выехал из страны под давлением Потом были многотысячные митинги в регионах В маленьких городах, в которых никогда раньше не было таких процессов И люди не выходили И это ощущение какого-то процесса изменения Очень сильно вдохновляло всю страну И вселяло веру в людей, что они могут сами эти изменения нести Когда ты на сцене и столько людей Ты понимаешь, что любая провокация Может привести к каким-то жертвам Когда ты едешь куда-то в другой город И понимаешь, что тебя сейчас Как у нас тогда останавливали на дороге И ты просто не доедешь, а люди тебя там ждут То есть это разный страх Но он постоянно тебя преследовал И эмоции можно вспомнить Радости было море Слез счастья, страх за безопасность детей Когда власти осознали, что уже почти полностью потеряли контроль над ситуацией В ход пошли методички 15-летней давности Отмены митингов кандидатов под различными предлогами И пропагандистские постановки Боевики с оружием в лесу И вагнеровцы в президентском санатории Группа была организована и управлялась по военным стандартам Более того, все ее члены имеют боевой опыт В различных горячих точках на планете И хоть позже боевиков По-тихому без суда и следствия Вернут обратно хозяевам Страшилки про цветные революции Не прекратятся Майдана не будет Как бы кому-то это не хотелось Цветных революций Особенность заключается в том Что уже появились элементы Внешнего вмешательства Как не прекратятся и митинги Несмотря на незаконные их запреты Одним из самых ярких моментов предвыборной кампании Стало включение песни «Перемен» На провластном митинге Которые организовали халуи режима Чтобы насолить Тихановской И хоть недолго музыка играла И хоть отомстили власти этим диджеям «Перемен» Их поступок вдохновил тысячи белорусов На то, чтобы продолжать решительную борьбу Последнюю неделю Александр Лукашенко Очень нервничал И ни один митинг нам не разрешили В Минске провести Но мы все равно пытались Их проводить И нервировать их Тем, что мы пытались Александр Лукашенко вынужден был действовать Не по своему сценарию Вот сейчас наша задача И задача белорусского общества Не продолжать действовать по его сценарию А навязывать свой сценарий Именно тогда начали появляться первые слухи О чрезмерной жестокости карательной системы Стало очевидно, что Лукашенко готов Не просто сфальсифицировать выборы Но и силовым методом захватить власть В это время в стране полным ходом Шло досрочное голосование Во время которого начались масштабные фальсификации И недопуск независимых наблюдателей на участке Скажите, чем вы руководствуетесь Не пуская наблюдателя Юрия Ковшара? Я не хочу, чтобы вы меня на видео снимали Нельзя снимать Почему? Членов комиссии Есть решение Пресловутый статус IT страны Сыграл злую шутку с недальновидным узурпатором Практически вся страна в режиме онлайн Могла наблюдать за теми Как у белорусов крадут их выбор Все вам взяли Ваши ссылки нам все известны Мы сейчас на данный момент Вы можете их заучить максимально Насколько это возможно И либо заготовка Ряд платформ Это и голоса, и честные люди И Зубер опубликовали отчет О фальсификации выборов Это дополнительная информация Что на 77% участках Не были опубликованы протоколы голосования Когда некоторые наши чиновники сейчас говорят Что кто-то блокировал деятельность участковых комиссий Кто-то пытался там повлиять на них Простите, у меня очень прямой и четкий вопрос Почему не было опубликовано на 77% участков Протоколы итогов голосования Что предусмотрено законодательством Почему в последующем они никогда не увидели свет И хоть масштабными загонами на досрочное голосование Злить народ в этот раз не решились От того, чтобы нарисовать космическую явку Отказаться не смогли Наконец настал основной день голосования Такого ажиотажа на избирательных участках не ожидал никто Люди выстраивались в километровые очереди, чтобы отдать свой голос за альтернативного кандидата Фальсификаторам даже пришлось перевоплощаться в промышленных альпинистов Вынося с участков неправильные бюллетени под охраной доблестных пакетоносцев в погонах Под вечер стало ясно, что участковые комиссии попросту не успевают принять всех желающих Многие участки закрывались с опозданием Пока Ир Мошина с экранов телевизора заявляла о 80% поддержке узурпатора На участках, где фальсифицировать голоса под давлением людей побоялись Уже вовсю констатировали победу Светланы Тихановской Туда же, где фальсификации удались, начали предусмотрительно съезжаться вооруженные прислужники режима Для последующего тихого вывоза своих будущих сокамерников И мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали Это неприемлемо, и с этого все началось После того, как окончательно стало ясно, что волю народа вновь украли Люди снова массово вышли на улицы Именно тогда в Беларуси впервые начал пропадать интернет Именно тогда на улицах городов пролилась первая кровь Из-за полного отключения интернета Многие даже и представить себе не могли, на что решился пойти Лукашенко Даже те, кто раньше посмеивался над ярлыком кровавого диктатора Вздрогнули от увиденного Только за одну ночь по всей стране задержали около трех тысяч граждан Все изоляторы были переполнены Люди находились в спортзалах и на территории милицейских участков Где над ними жестоко издевались Ты находишься с ними и ты все время слушаешь их разговоры Слух в целом очень обостряется, когда ты находишься постоянно И толком никуда не можешь смотреть Их жестокость была обусловлена довольно конкретной целью То есть это были люди, которым очень грамотно объяснили Как-то промыли мозг на предмет того, что каждый из этих людей Это те, кто не дадут вам жить спокойно С самого утра 10 числа страну было не узнать Боевая техника на улицах городов, военные с оружием и гробовая тишина Беларусь замерла в ожидании, что дальше Лукашенко практически сразу же отблагодарил насиловиков Которые накануне устроили из страны кровавую мясорубку Узурпатор был уверен, что белорусы больше не выйдут Мол, все организаторы задержаны, ситуация под контролем Пьяных много, с наркотиками, ужас Поэтому мы очень жестко реагируем, чтобы, не дай бог, не допустить этого пожара Несмотря на информационный вакуум и отсутствие какой-либо информации о происходящем Вечером 10-го белорусы снова вышли на улицы своих городов Многие из них лично видели вчерашние зверства, которые творили силовики Избиение, светошумовые гранаты, водометы, стрельба, наезды на людей и кровь Ночь с 10 на 11 августа стала точкой невозврата как для всего белорусского народа, так и для кровавого диктатора Весь цивилизованный мир разрушил последнее представление об островке стабильности и спокойствия в центре Европы Все границы дозволенного были стерты, когда от безнаказанности у силовиков посрывало крышу Людей не просто задерживали, избивали, калечили и насиловали, но и начали убивать Стой, стой, стой Стойте, мужики, стойте Стойте, стойте, стойте А что делать, мы свои Стой, стой, стой Да мы свои Мужики, мы свои Стойте, мужики, да стойте Пожалуйста, стойте, пожалуйста Малый е Пожалуйста, стойте Все, стоим Стой! 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 Пожалуйста! Убеги! Стой! Стой! Лукашенко прекрасно понимает, если он сейчас потеряет власть, его убьют. Убьют! Не просто будут судить, а убьют. Это прекрасно понимает и Путин. Они здесь очень похожи, потому что... Вот недавно Путин принял этот закон о том, что экс-президент получит пожизненную неприкосновенность, гарантии, статус сенатора. Я уверен, Лукашенко скоро то же самое придумает. Он думает, какой-нибудь благовидный предлог сформируется, чтобы он ушел в тень, но от власти он никогда не отступится. Он как Назарбаев. Прекрасно это понимает. Эти люди у власти будут до конца жизни. И уже от населения страны зависит, как именно закончатся жизни этих преступников. Утром 11 августа, благодаря небольшому ослаблению блокировки интернета, в массы начала просачиваться шокирующая информация о событиях последних ночей. Я был шокирован тем ужасом, который я увидел на телеграм-каналах, когда власть все-таки включила интернет. И в то утро, когда в 6 утра я начал созваниваться с друзьями и знакомыми, мне говорили и женщины, и мужчины, что мы плачем. Мы просто рыдаем от того ужаса, издевательства, насилия, которое было осуществлено в отношении простых белорусских граждан. Когда же мы увидели кадры, связанные с убийствами и с применением силы правоохранительными органами, это еще одна была встряска. И это очень психологически на меня серьезно повлияло. Пока пропаганда продолжала вещать о боевиках с оружием, угрожающих государству, многие из тех, кто до этого работал на это государство, начали массово писать заявления о своем уходе. Вечером протесты не прекратились, как не прекратилась жестокость и убийство. Власти поняли, что одного отключения интернета недостаточно. Началась массовая охота на журналистов, блогеров и всех людей с техникой. Разбили телефон. Ну и, в общем, стали избивать там, опять же, что мы там угрожать, что мы тебя сейчас тут убьем, да ты тут останешься. В общем, сливая там своих координаторов, что ты делал на перекрестке. Ну и в таком вот дальше духе. В общем, били-били. И, в общем-то, скажем так, я остановился на том, помню только то, что били по рукам. Я закрывал лицо, лежал на земле. Разбили руку вот левую. Она у меня до сих пор как бы плохо еще двигается. Вот. И уже когда я потерял сознание, что там дальше было, я не знаю. Потому что я пришел в себя, когда уже был в машине скорой помощи, которая именно была там, ну, там около дороги она стояла. На тот момент еще мало кто вообще понимал, что происходило. Ну, я могу как бы судить только по ребятам, ну, по всем отзывам, которые я слышал. Ну, люди очень внимательно следят за этой ситуацией, я могу так сказать. То есть, ну, молодежь, особенно там, да, кто смотрит YouTube, они, конечно, все на стороне протестующих. Потому что, ну, потому что, мне кажется, как бы здравый смысл на этой стороне. Но, в целом, именно так, да. И важная деталь – это то, что мы очень действительно внимательно за этим следим с точки зрения того, что, ну, как бы интересно, чем это все обернется в итоге. Мне удалось убежать во дворы. Там меня мужчина довез до больницы скорой помощи, где мне оказали первую медицинскую помощь. Сделали операцию, достали пулю, наложили три шва. У меня был сломан нос, черепно-мозговая и с трясением мозга. Я приехал один из первых в больницу. Находилась только девушка была с разбитой головой. Позже привозили ребят, очень сильно побитых. Помню парня, у него глаз даже не видел. Рядом со мной сидел. И вроде бы что-то позвоночник был сломан. Некоторых ребят привозили с конвоем. Прямо милиция стояла и наблюдала за всем. Я просил врачей не писать то, что у меня был произведен выстрел в пневматическое оружие. Но врач извинился и ничего не мог сделать, потому что конвой за всем наблюдал. Когда белорусы увидели и окончательно осознали, что Лукашенко натворил с мирными гражданами, волна народного гнева превратилась в массовые цепи солидарности. Волнения начались и на предприятиях, готовились к забастовке. Их Лукашенко боялся и продолжает бояться больше всего по сей день. Лукашенко в автозад! Лукашенко в автозад! Началось же с чего? Что люди просто из подъездов вышли во дворы и начали знакомиться между собой. Вот. И я считаю самое главное сейчас то же самое повторить на заводах. Цех на том же предприятии, да. Если их 500 человек цех и 300 остановят производство, то ни один руководитель ничего не сможет ровным счетом сделать с этим цехом. Многие известные личности и простые белорусы начали массово отказываться от государственных наград, грамот и дипломов. Протест стал переходить в новую плоскость. Теперь он был не только на улицах, но и в социальном, экономическом, политическом, информационном, культурном, спортивном и других пространствах страны. Протест поселился в головах. Несмотря на боль, страдания и ужас, которые пережили мы все в этом августе, сегодняшние белорусы восхищают и вдохновляют меня. Актеры и спортсмены записывали видеообращения. Медики прямо в белых халатах выходили и становились в цепи солидарности. Транспортники и рабочие готовили забастовки. Силовики и военные увольнялись и массово сжигали свою форму. С улиц городов практически полностью исчезли силовики. Лукашенко понял, что переборщил. Власть взяла паузу. В последующие дни в практически каждом уголке страны начался свой протест. Города, которые не выходили никогда, были заполнены людьми. Власть всячески пыталась отрицать насилие, пока в СМИ появлялись все новые и новые, более жестокие факты этого самого насилия. Осколком кроссовок разорвало. На ногу смотрю, там вообще полный фарш. Я, короче, оттягиваюсь, дополз до кумбы. Людей уже было практически, там не было. Ну, один парень летит, меня под руки хватанул. Ну, дотянул там до магазина Вероника. Ну, и все, то есть мне это как его... Скорой тогда просто нереально было пробиться. Ну, он мне, короче, этот... Девчонки там начали ловить первую попавшуюся машину. Ну, и первая попавшаяся машина. Красавцы сразу мне загрузили на замке сиденья. И на всех парах через Матусевича. Ну, в центральные больницы нереально тогда тоже было попасть. Все было перекрыто дармоедами. Ну, и все, короче, ну, начали мы, короче... Решили, меня на скале остановились. Мне обработали еще раз рану перекиси водорода. Ну, и все, меня, короче, повезли в БСМП. В БСМП меня сразу на операционный стол. Я еще помню тогда, на тот момент вроде меня так... Начинает этот уже шок убить. Ну, у меня там удалится только, говорю, два пальца. Все там это... Вводят мне этот общий наркоз. Эту маску ИВЛ. Свою... Прихожу утром сама. Смотрю, у меня там такой людей же... Ну, смотрю, там рядом парни перебитые. Я говорю, где вы? Они говорят, Пушкинская. Говорят, там он. Ну, я говорю... Я смотрю на свою ногу, у меня просто даже речи пропадают. То есть... Ну, это как его... Там такое ощущение, что окорок лежит с комаровского рынка. К протесту добавились новые факторы. Ложь и полное осознание того, что за произошедшее отвечать никто не намерен. Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все же наши граждане. У всех семьи, дети, да просто человеческая жизнь и здоровье каждого из нас. 15 августа в Минске массово попрощались с убитым на протестах Александром Тарайковским. В этот же день вся страна вышла на масштабные марши солидарности. Также объявили о создании координационного совета для мирной передачи власти. Тот кризис, который сложился после выборов 10 августа, очевидно, что нужен был политический субъект для того, чтобы каким-то образом преодолевать этот политический кризис. И у нас появилась идея, Ислана Тихановская инициировала создание координационного совета, как такого субъекта, который мог бы быть площадкой для переговоров и разрешения этого кризиса. И вот это продолжение ощущения единения белорусского народа, поскольку впервые, надо сказать, что то ожидание белорусского народа об объединении, оно очень серьезно сработало в эту кампанию. Координационный совет фактически стал еще одной площадкой для этого широкого объединения, поскольку в него входят и политики, и гражданские инициативы, и рабочие, и учителя. Ну, то есть абсолютно разные социальные группы. Масштабные акции солидарности прошли практически во всех странах мира. Мир заговорил о Беларуси и предложил свою помощь. Программа Белорусского дома, она предназначена в первую очередь для таких людей, для тех людей, кому нужна медицинская помощь в виде операции, в виде реабилитации, тут, на территории Польши, потому что многие из них вынуждены не обращаться в медицинские учреждения Беларуси, потому что боятся, практика такова, что за ними сразу приходят и могут завести или уголовное дело, или, как минимум, административное дело. Вот. И наша помощь – это комплексная помощь. От визовой поддержки до оплаты всех необходимых расходов, чтобы приехать сюда. Это и страховка, и билеты, и лекарства, и, если нужно, дополнительная консультация врачей. Вот. И также реабилитация для тех людей, которые пробыли в очень жестких условиях. От страха Лукашенко приказал немедленно в принудительном порядке согнать в Минск всех, кого только можно. В планах диктатора было собрать в столице не менее 70 тысяч ябатик. По итогу людей пришло столько, что кричать Лукашенко мог и без микрофона. Вы просили без коррупции и алигархов. Где они, эти алигархов? А марши свободы так и не завершились, превратившись в Димарш неповиновения. На следующий день на забастовки вышли работники крупнейших государственных предприятий страны. Практически полностью остановилась работа печей на БМЗ и рудоуправлении на Белкалии. Каждая пресса имеет своего заказчика. Вы только что об этом сказали. Послушайте, теперь еще раз. Мы хотим разобраться здесь у себя в коллективе. Давайте разберемся сначала в коллективе. Премьер-министр сказал, что приехал в коллектив. Понимаете? Еще раз. Подождите. Подождите еще раз. Я не дам микрофона. Явно переоценивая свое влияние, Лукашенко решил впервые встретиться не с заранее подготовленной массовкой, а реальным народом. Прыгнув в свой вертолет, перемещаться по земле, тогда диктатор боялся, он прибыл на один из заводов, где попытался поговорить с рабочими. Их реакция не нуждается в комментарии и по сей день. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Уходи! 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 Его унижения Лукашенко еще не испытывал. Поняв, что с рабочими договориться не получится, он вновь сделал ставку на силовиков, наградив более 300 карателей на следующий день за безупречную службу пофамильно, тем самым лишив их возможности остановиться, перейти на сторону народа и в будущем вернуться к нормальной жизни. Нельзя жить в страхе и верить в то, что вас не подведет это физиологически. Любой уролог вам подтвердит, что вы как мужчины заканчиваетесь после того, как вы ведете себя в кабинетах. В общем, мне чиновников жалко, но в то же время я хотел бы им напомнить известную британскую пословицу. Если долго сидеть на заборе, получишь занозу. Поэтому выходите из строя, переходите на светлую сторону, это не страшно. Вернее, это страшно только первый шаг. Ощущение свободы невероятное. И вас здесь ждут, вас здесь примут. Особенно профессионалов. После этого фамилии карателей старались уже не светить. Начался массовый дианон прислужников режима, который навел ужас на все силовые структуры страны. Даже в судах они начали лжесвидетельствовать в балаклавах. От многих из них отвернулись не только знакомые и друзья, но и начали уходить жены. Существует множество методов, но самое основное, конечно же, это то, что силовики, которые все еще остались в системе, ну, на самом деле, таких довольно много. То есть, и мы думали в определенный момент, что таких не осталось, но по прошествии определенного времени, после начала революции, стало понятно то, что система связывает их с собой. Это, ну, и деньги, там, кредиты, то есть масса, как бы, методов влияния рычагов на этих людей. Но они недовольны, и они сами видят изнутри, они не хотят в этом участвовать. То есть, будь то, например, какой-нибудь интеллигентный, честный человек из Следственного комитета, который пытается дать дело по ОМОНу, запустить, но ему не дают. Или хотя бы участковый, все кто угодно. И они слышат же о том, о чем говорят их менее хорошие и приятные товарищи, точнее, коллеги, так сказать. И они сами сообщают нам о преступлениях, которые видят. И мы держим контакт с такими людьми, их действительно становится все больше и больше. Протестующие четко сформировали свои требования. Отставка Лукашенко, проведение честных выборов, освобождение политических заключенных, расследование преступлений карателей. Каждый день на улицах городов появлялись цепи солидарности. Рабочие продолжали бастовать, а люди придумывали все новые формы протеста. Снятие денег со счетов банков, покупка иностранной валюты, неоплата налогов, штрафов и коммуналки. Взлом государственных сайтов и телеканалов, процедура отзыва своих депутатов, бойкот продукции лукашенковских фирм. Сама организация, взаимная помощь, фонды и многое другое продолжало превращать белорусов в нацию. Победа была крайне близка, оставался буквально шаг. Мэры нескольких городов выходили по требованию народа, а власти Гродно и вовсе официально разрешили митинги в центре города, пустили протестующих на ТВ и извинились за действия милиции. На координационный совет было возбуждено уголовное дело из-за попытки захвата государственной власти. Сегодня и завтра члены Президиума Координационного совета вызываются на допрос в Следственный комитет по уголовному делу. Более 70 крупнейших независимых сайтов заблокировали, журналистов задерживали и штрафовали. На помощь режиму оперативно прилетели кремлевские пропагандисты. Эти бренды наши, имидж нашей страны. Которые совместно с оставшимися местными развязали настоящую информационную войну с чужим народом. Не заблудитесь там в своих убеждениях. Правда благодарность Лукашенко Кремлю в виде якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы по поводу отравления Навального выглядела настолько нелепо, что с крепкого орешка смеялись даже кремлевские пропагандисты. Смех над лукашенковскими орехами не только продлил жизни сотен тысяч людей, но и вернул к жизни собственно самого Навального. Смех, связанный с выходом из комы, был как раз благодаря ему. Жена мне включила, она рассказывала какие-то события и включила в эту самую запись как перехваченный разговор какого-то там Билла и Тома между какой-то польской разведкой ЦРУ, связанной с моим отравлением. Она сказала, что мне не было понятно вообще, понимаю я или нет, но в какой-то момент я, значит, на всю палату засмеялся веселым радостным смехом. Несмотря на продолжающиеся задержания, угрозы и запугивания, белорусы продолжали день за днем выражать свой протест. После масштабного марша Новой Беларуси 23 августа президент ОМОНа вместе с 15-летним вооруженным до зубов бейстрюком решил опозориться на весь мир, появившись на пустом проспекте с автоматом без магазина и поблагодарив своих цепных псов за верность. При этом, конечно же, не забыв в очередной раз оскорбить свой народец. А тем же вечером на границе Литвы и Беларуси выстроилась живая 50-тысячная цепь солидарности. В самой Беларуси протесты продолжили приобретать новые формы – креативный марш мира и независимости на день рождения узурпатора с подарками и пожеланиями. Женские марши с игрой в кошки-мышки с ложками-петушками, выходы студентов после 1 сентября, отдельные акции пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Масштабные марши единства героев и справедливости лишь подтвердили настойчивость и решительность беларусов. Последним шагом для легитимизации собственной персоны в глазах электората оставалась инаугурация, которая могла послужить поводом для новой волны протестов. Трехпроцентный Александр не нашел ничего умнее, чем просто провести ее в узком кругу заднего прохода Дворца независимости. Президент Республики Беларусь Александр Рыгорович Лукашенко Недаром сие действия в народе назвали крысиной инаугурацией голого короля. Люди все равно вышли. Вечер 23 сентября многим напомнил ночь 9 августа. Каратели разошлись не на шутку, однако трагических случаев, к счастью, удалось избежать. Во многом благодаря взаимопомощи и солидарности беларусов. Мы, медицинские работники Республики Беларусь, как и все сегодня, не можем оставаться в стороне от событий, происходящих в нашей стране. Когда всем и каждому очевиден реальный результат выборов. Ребятами из-за свода, спасавшими людей от переохлаждения и дубина комона. Мы в общей сложности собрали около 2,4 миллиона долларов. Поражает не только консолидация, самоорганизация и самоотверженность беларусов на протестах, но и ответственность и порядочность ни одной разбитой витрины, ни одной перевернутой или сожженной машины. Только чистота и порядок, убранный за собой мусор и снятая обувь на скамейках. И как бы Лукашенко и купленные им российские пропагандоны не пытались угрожать, провоцировать и разделять людей на конструктивных и деструктивных, белокрасно-белых и красно-зеленых, своих и чужих, как бы не старались убедить электорат в том, что ябатик большинство, а протест наркоманов, алкоголиков и проституток, радикалов, фашистов сдувается, большинство беларусов остались верны своим убеждениям и продолжили выходить по воскресеньям, несмотря на водометы, гранаты и выстрелы. Для людей это стало отличным и привычным способом сплочения, объединения и выражения протеста. А для ложков-петушков настоящим кошмаром, из-за которого они вот уже третий месяц подряд не ночуют дома. Поговаривают, что количество свиданий в районе улицы Героев 120-й дивизии в Минске, где располагается подавляющее большинство квартир столичных охламоновцев, в последнее время значительно выросло. Тем не менее, давление на лидеров и протестующих продолжалось. Студентов отправляли на сутки, пенсионеров травили газом, а самых активных пытались выдворить из страны. Тех, кто отказывался, сажали. Якобы задержание в центре Минска одной из деятельниц так называемого оппозиционного штаба. И даже спустя три месяца насилие карательной системы не прекратилось. «Я выхожу» – это были последние слова 31-летнего Романа Бондаренко, который вечером 11 ноября вышел отстоять свою площадь перемен в Минске. За простую просьбу прекратить срывать бело-красно-белые ленточки ему пришлось поплатиться жизнью и стать очередной жертвой фашистского режима. «Люди, выходите! Люди, выходите!» Он был художником и очень любил учить местных детишек рисовать. На завтра тысячи белорусов пришли на ту самую площадь перемен, чтобы почтить память убитого. Люди приносили цветы и скорбели, выставляли цепи свечей и не пропускали спецтранспорт карателей. Водители Рьяно сигналили. «Минюшка! Минюшка! Минюшка!» Но ясно осознавали – режим не собирается прекращать насилие. А стоит хоть немного ослабить давление и пытки, убийства и беспредел продолжатся. «Выходите в это воскресенье!» «Они думают, что из-за того, что людей избили и тысячу человек запаковали, мы испугаемся!» «Мы испугаемся!» «Нет!» Всего за три месяца количество только признанных политических заключенных превысило 120 человек. Около 700 уголовных дел было возбуждено в отношении протестующих, ни одного накарателей. Общий счет репрессированных и задержанных идет на десятки тысяч. И даже несмотря на это, белорусы продолжают активно выступать. Проводятся дворовые концерты и чаепития. Время от времени перекрываются дороги и устраиваются акции гражданского неповиновения в государственных учреждениях. Блокируются железнодорожные пути, города украшаются национальными символами и граффити. Создаются новые протестные произведения. Рабочие присоединяются к стачкам. Не потерялась актуальность и цепей солидарности. Люди больше не боятся. «Мне уже писали, там, провидец, Юра, пиши песню, что, типа, Лукашенко уже нету, и, типа, мы победили, знаешь, и все сбудется». «Ты кахаешь, родный край, ну-то ты и огрыбай». «Ну, возможно, как бы, вот такие вот пересечения фактов, как бы, ну, я не знаю, как это можно назвать, но на самом деле, да, стоит написать. Я уже, как бы, над этим задумался и, как бы, погружен, и пишу о том, что вот-вот, типа, сейчас, короче, всех порвем». У людей уже выработался иммунитет к любым попыткам давления. Традиционные методы властей никого не пугают. Со временем люди привыкли и к беспричинным задержаниям, и к стрельбе, и к водометам. Последних синих китов, к слову, уже начали разбирать на детали. Никакие попытки заболтать протестующих лицемерными походами к политзаключенным в СИЗО по приказу Кремля уже не работают. Все понимают, этой власти осталось недолго. Пока неумелый шахматист мечется из стороны в сторону, хаотично переставляя пешки на черно-белой доске, делая вид, что он еще имеет хоть какое-то значение и влияние. «Уехал, назад не вернешься». Среди опилок в колхозной голове, видимо, потерялось осознание того, что не пускать своих граждан в родную страну нельзя. Видимо… «Иногда не до законов». Хотя о каких законах и власти он говорит. Большинство цивилизованных стран уже смеется и не признает его действующим президентом. А большинство белорусов объявили маразматичному дедушке ультиматум. Санкции наложены не только на Лукашенко и его ближайшую свиту, но и на тех преступников, которые до последнего думали, что находятся в тени. «Если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент». В структурах продолжается брожение и разрушительная мнительность. Насиловики начинают осознавать, что Лукашенко готов их кинуть в любой момент, идя на уступки со стороны Запада или России. К слову, к кому примкнуть, он так и не решил. «Я всегда был за многополярность». Россию раздражает его многовекторность и напрягают продолжающиеся протесты. Запад не преклонен в требовании провести новые честные выборы и немедленно прекратить насилие. А у самой системы, похоже, уже нет выбора. Нам осталось только не сдаться. Мы замечательный, умный, талантливый и образованный народ. «Скоро все те жертвы, которые понесла белорусская революция, все те страдания, которые испытала практически каждая белорусская семья, завершатся. И мы победим, мы свергнем этот режим и, наконец-то, живем в свободной стране». Бастуйте, высказывайте свое несогласие, высказывайте свое мнение на сложившуюся ситуацию. Требуйте законного выполнения своих прав. Право выбора, право на безопасность нахождения на улице, право на комфортные условия труда. Требуйте, требуйте и требуйте. Не сдавайтесь и не останавливайтесь. Мы не имеем права сдаваться, потому что наши товарищи сидят в тюрьме. Мы не имеем права сдаваться, потому что от нас без преувеличения зависит судьба не только нашей страны, но и остального постсоветского пространства. Мы изменились, мы изменились навсегда. И к тому состоянию рабства, в котором мы жили более 20 лет, мы уже все равно не вернемся. Мы будем жить желоможно, счастливо, упорадку, сдоволены, и нам не нужно будет бояться выходить, а вытекать куда есть, отховостить, и шукать в других краинах крепшие доли. Мы делаем все возможное и сверх того, для того чтобы вместе, нам всем вместе, достичь этой цели. Мы можем проиграть только, когда мы попадем в уныние, но мы должны быть упрямыми. И я убежден в том, что нам хватит упрямства, хватит силы воли победить этот режим. Вместе победим. Наша возьми, то есть мы противостоим в любом случае вот этому беззаконию. Вером можем переможем. Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Живем.